Никита Михалков проходил службу в армии на Камчатке в морском флоте с 1972 по 1973 год. Михалков признается, что армия научила его быть терпеливее. Игорь Лифанов проходил срочную службу в ВМФ на Дальнем Востоке. Для актера годы в армии стали незабываемыми. Игорь откровенно называет их худшими для себя, но и плюсы были в армии, ведь приобрел много навыков, которые применяет в работе. Игорь Ливанов отправился служить в армию после окончания театрального института в 1975 году. Местом службы актера оказался Тихоокеанский флот, где он стал солдатом морской пехоты. Игорь был уволен в запас в звании старшего матроса. Армия научила актера многому, а именно быстро реагировать в сложных ситуациях и грамотно использовать навыки рукопашного боя. В 1985 году был призван на службу Гоша Куценко. Служил актер в войсках связи два года. Сначала Гоша по распределению попал в учебную часть в Калининграде, а после его перевели в воинскую часть города Черновцы. Вернулся домой в звании старший сержант. Андрей Федорцов ушел служить родине в 1987 году. Службу проходил в железнодорожных войсках два года. Именно в армии Андрей понял, что ему нравится играть на сцене. Актер вместе с сослуживцами участвовал в самодеятельности. Уволился в запас в звании сержанта. Виктор Сухоруков был призван в ряды советской армии в 1970 году. Числился актер в Астраханской области в войсках связи, а на деле служил в полковой школе в Капустином Яре. По сути, Виктор служил в стройбате. Армию актер вспоминает с благодарностью и считает, что годы службы были незабываемым временем. Дмитрий Миллер в 1990 году был призван в армию. Служил актер в мотострелковых войсках два года. После армии Дмитрий стал дисциплинированным и более мужественным. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.